Сегодня около трёх часов ночи в центре Верхней Пышмы прогремел взрыв. По первоначальной версии, из-за утечки бытового газа в квартире 36 на третьем этаже пятиэтажного дома на Калинина, 66. Из следующей информации получалось, что взрыв был не случайным. И таким образом, проживавший здесь 72-летний пенсионер Алексей Козлинеев решил свести с счёты сопостылившей жизни. Врачи скорой помощи, ссылаясь на соседей, сообщили, что якобы накануне отсюда были слышны звуки громкой перепалки и драки, возможно, с сыном, с которым Козлинеев имел очень натянутые отношения. Побывав на месте ЧП, работники того выяснили следующее. 72-летний пенсионер, оказывается, до сих пор работал в местном ЖЭКе, плотником. По словам соседей, нрав имел довольно буйный, и неоднократно от его топора страдала дверь соседа из 35-й квартиры. Похоже, что зуб он на него имел нешутейный. Например, соседи не отрицают даже и такой версии, что учиняя взрыв, пенсионер имел в виду даже не самоубийство, а навредить соседу, порушив его стенку. На самом деле, оказывается, взрыва было два, с промежутком минут в пять. И произошли они от того, что дедушка взорвал в собственной квартире две канистры с неизвестной пока начинкой. Обе канистры пожарные дознаватели забрали для исследования. В пользу этой версии говорит еще и то, что гипсолитовая стена треснула между 36-й и 35-й квартирой. А если бы эпицентр взрыва был на кухне, то тогда была бы повреждена 37-я квартира. Ну, запаха газа мы не чувствовали. Скорее всего, я не знаю, когда пожарники тушили, выразились так, что там находилась канистра. После пожара внизу еще одна канистра находилась. Ну, и лично то я сам подходил ко второй канистре. А что там находилось, я не знаю, утверждать не буду. Ну, скорее всего, не от газа. Ну, один взрыв был, это жена проснулась, а второй взрыв, когда мы одевались, минут через пять последовал второй хлопок сильный. Когда последовал второй хлопок, мы спустились быстренько, быстрее наделись, спустились вниз и все. А там уже ждали милицию, скорую и всех. А с головой-то все было в порядке? Нету человек? А это я утверждать не буду. Это надо было его неоднократно, хотели уже проверить раз, но не суждено было проверить. А там не знаю, как сказать, 72 года там, не знаю, утверждать не буду. К счастью для окружающих, бредовая затея, будь то самоубийство или взрывная месть соседу, не привела к разрушению подъезда, как это часто бывает при взрывах бытового газа, и не похоронила всех его обитателей. Дело ограничилось, если можно так выразиться, тем, что Алексей Козлинеев, в результате начавшегося в ее квартире пожара, задохнулся в дыму и погиб. Из квартиры он выбраться не смог. Его обуглившийся труп нашли у самых дверей. Квартира, площадью около 40 метров, выгорела дотла. Пожар потушили только около 4 утра, и всю ночь несколько десятков человек простояли на улице, опасаясь обрушения дома. В результате взрыва на некоторых капитальных стенах дома появились трещины, но работники ЖЭКа, проверявшие сегодня его состояние, склонны считать, что угрозы обрушения нет. Ущерб пожарные оценили примерно в 10 тысяч рублей. Сейчас расследованием всех обстоятельств взрыва или взрывов занимаются компетентные органы Верхней Пышмы. Дело передано в прокуратуру. Пока не исключены никакие версии.